Хороший кролик! Адмите кролик! Хороший, но не привитый Евгения о карантине не слышала и ветеринару кролика не показывала. Ну, я с ним гуляю на поводке иногда, вот на дачу иногда его посылаю. А так, вроде он всегда домашний у меня такой. И думаю, что он может вместостом болеть. Кролик случай, казалось бы, единичный, но кошки и собаки тоже могут стать жертвами и разносчиками беженства. На этот прививочный пункт ребята из деревни Романцево привели свою собаку. Девочка из Матвеевского принесла кошку. Боится немножко. Для каждого пациента своя доза вакцины. Все зависит от веса и размеров животного. Пока длится карантин, участвовать в выставках, переезжать в другую местность и даже гулять с животным нельзя. Вакцинация проводится два раза в год. В период карантина правительство Московской области вводит профилактические меры. Вакцина у нас хранится, перевозится в специальном термо-холодильнике. Вакцина есть, инструкция на нее. Данная вакцина выделяется с федерального бюджета и бесплатно. Вакцинация против бешенства проводится бесплатно. Серьезную помощь оказывают вот такие передвижные пункты вакцинации. С их помощью можно охватить большое число населенных пунктов. В мае ветеринарные службы планируют проведение месячника по профилактике бешенства. С беспилотных летательных аппаратов в подмосковных лесах разбросают съедобную вакцину против бешенства. По сравнению с 2012 годом, в 2013 году заболеваемость бешенства в Московской области, ну, случай зарегистрирован, уменьшилась в 2,7 раза. Значит, за прошедший период 2014 года у нас в 4 раза. Карантин по бешенству животных в Подмосковье был введен постановлением губернатора Воробьева с 24 марта в трех районах области – Ленинском, Подольском и Чеховском. Дмитрий Пашинин, Елена Филина, Михаил Глазков. Подольский район. Новости Подмосковья.